По поводу трубчатого пороха, который начали гражданские люди находить в Ирпене, в Буче, в других населенных пунктах и использовать его для разжигания печей. Но скажу вам честно, ребята, это не очень хорошая идея. Я с этим порохом знаком еще с войны в Приднестровье в 1992 году. Он там, насколько я помню, какой он тогда был, может что-то поменялось, хотя я сомневаюсь, боеприпасы советские. Он бывает трех типов. Такие короткие, такие маленькие бочоночки, где-то по сантиметру, чуть может быть больше. Там семь отверстий, мы его семидыркой называли. И есть он такой, как макароны. Так вот тот, который как макароны есть гибкий, а есть такой твердый, как твердые макароны. Тот, что гибкий, тот еще более-менее. А вот тот, который твердый, он реально взрывоопасный. То есть, мы его действительно взрывали. Я не буду рассказывать, как его взрывать. Это не очень хорошо, тем более в нынешнее время. Поэтому действительно наше правительство говорит совершенно верно. То, что он у вас не взрывался в руках, этот порох, это не значит, что сегодня, завтра, послезавтра. Это не значит, что он не взрывается в принципе. Он, ну, то есть, его легко взорвать, если ты это делаешь умышленно. Но и в то же время при этом он взрывается, он может от стремительного горения, действительно, то, что сегодня было написано в статье на Тензоре, особенно, если ты взял там 2-3-4 или целый пучок этих трубочек от стремительного горения, получается, газы пороховые и огонь заходят вовнутрь трубочки, начинается стремительное горение, диаметр трубки не справляется с выводом этих газов. И трубочка вот эта вот, она взрывается у вас в руках. Ну, наверное, руку не оторвёт, если там 2-3 соломки. А вот если вы целый пучок подпалите, и оно одновременно шарахнет, то вполне возможно, что вам, ну, как минимум, пообжигает кожу, а вообще может поотрывать пальцы. Поэтому, действительно, не игнорируйте то, что говорят, и не надо баловаться с твёрдым трубчатым порохом, который выглядит как макароны такие длинные.